Малый бизнес продолжает единодушно жаловаться на отсутствие денег в кошельках у потребителей. 86% российских предпринимателей заявили о снижении покупательной способности своих клиентов за последние годы, показало исследование «Пульс малого бизнеса», проведенное Альфа-банком. В ходе опроса, в котором участвовали представители 3200 компаний из 19 отраслей экономики, только 3% респондентов заметили улучшение на стороне спроса по сравнению с пиком кризиса в июле прошлого года. На снижение покупательной способности в своей отрасли пожаловалось 76% опрошенных, причем наихудший показатель был зафиксирован в розничной торговле. По сравнению с июлем прошлого года ритейлеры не заметили никаких подвижек к лучшему. 84% предпринимателей назвали экономическую ситуацию в стране тормозом для ведения бизнеса, тогда как возможности в кризисе увидели только 11%. 61% бизнесменов заявили о падении прибыли, 57% о снижении выручки, 43% пожаловались на уменьшение частоты покупок и количества клиентов, 38% заметили, как сжимается средний чек. Так, надежд на лучшее бизнес в массе своей не питает, следует и запросам. Только 15% предпринимателей считают, что в ближайшие полгода улучшится ситуация в экономике. 19% ждут подвижек в своем секторе. К движению на новое дно, напротив, готовятся 51% и 43% соответственно. Отсутствие денег у потребителей, по мнению бизнеса, останется ключевой проблемой. 61% участников опроса заявили, что ждут дальнейшего снижения покупательной способности населения. 25% прогнозируют стагнацию и только 10% надеются на то, что у клиентов появятся дополнительные доходы на покупки. И это при том, что по итогам прошлого года реальные располагаемые доходы россиян просели на 3%, а в первом квартале 2021 года снизились еще на 3,6%. Средняя по стране зарплата в долларовом выражении откатилась на уровне 2009 года – 692 доллара в месяц. При этом половина страны, согласно Росстату, имеет доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц. По кошелькам населения, беднеющего 7 лет подряд, ударило ускорение инфляции, которое разогналось до максимума с 2016 года. А по простейшим продовольственным товарам, включая масло, яйца, крупы и курятину, вообще стало двузначной. В этой системе координат, в которой видят нашу экономику наши экономические власти, каждый следующий шаг правительства только ухудшает ситуацию. В шахматах это называется цукцванг. Стремление к суперцентрализации заведет нас в дремучий лес гиперинфляции. Боязнь не собрать необходимое власти количество налогов может закончиться тотальным дефицитом бюджета. Монополизация ведущих отраслей экономики – это верный путь к новому кризису. Рост цен на энергоносители и услуги госмонополий ведет к очередному витку инфляции, а падающая платежеспособность населения может привести к обострению социальной обстановки в стране. Экономические власти России должны изменить парадигму развития финансовой и экономической системы. Другого выхода, извините, нет. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе. Продолжение следует...